Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, в которых он предупреждает о самом страшном грехе, о хуле на Духа Святого. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, начиная с 31 стиха, Христос говорит «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни всем веки, ни в будущем». Эти слова всегда вызывают некое смущение и смятение в умах комментаторов. Я бы хотел для начала привести признание блаженного Августина, который как раз говорит о трудности этого места. Он говорит «В Священном Писании, возможно, нет более важного и более трудного вопроса». С одной стороны, это вопрос, который требует внимательного рассмотрения, говорится о чем-то очень важном. С другой стороны, это самый трудный вопрос. Вот почему, признаюсь вам, в своих речах к верующим я всегда избегал этого вопроса и всегда избегал обсуждения его. «Не потому, что мне нечего было сказать, но потому, что я никогда не мог подобрать нужные слова для того, чтобы передать то, что открывалось моему разуму, когда я продолжал спрашивать, искать и стучать». Но это, конечно, аллюзия на слова Христа о том, что «стучите и вам отворят». Итак, чем больше ты размышляешь над этими словами, тем больше истин тебе открывается, и тем труднее их передать словами. Этот отрывок вызывает большое недоумение и у современных комментаторов. К сожалению, его очень часто понимают в метафорическом значении, поэтому иногда говорят самые невероятные вещи в связи с этим. Но для того, чтобы понять его именно так, как оно звучит в устах Христа, обязательно нужно взглянуть на контекст. Прежде всего, хотелось бы развеять некое смущение, которое вызывает слово «хула», «богохульство». На библейском языке оно имеет несколько иное значение, чем то, которое привыкли мы. Прежде всего, оно отсылает нас к знаменитой заповеди «не произноси имени Бога твоего напрасно», «не произноси имени Бога твоего в суе». И, конечно, здесь ключевым оказывается слово «напрасно» в суете для того, чтобы убедить других в какой-то лжи, просто употребляя имя Бога. Это будет самым страшным и чудовищным преступлением, потому что какую-то твою ложь ты пытаешься оправдать, подтвердить, утвердить, ссылаясь на авторитет Бога. И это слово «напрасно» суета, тщеславие, оно очень часто связано со словом «идол», потому что речь идет о чем-то призрачном, что не существует, но что человек сам для себя или для других в высокомерии своем, по своей воле пытается выдать за Бога, как истинную реальность. И тем самым происходит какая-то подмена. И действительно, именно этим можно объяснить, почему хула на сына человеческого простится. Потому что Христос жил как смиренный человек, очень обычный человек, он был проповедником и иногда проявлял чудеса, он исцелял людей, он воскрешал умерших. Но в принципе, будучи его современником, можно было пройти мимо него и не заметить его, можно было усомниться. Вы помните в Евангелии от Иоанна эпизод, когда Нафанаил говорит Филиппу, что может быть доброго из Назарета. И таких людей было много, те, которые просто не видели Христа или по ошибке говорили какие-то вещи, не совсем уважительны в отношении Иисуса из Назарета. И это не такой страшный грех. Другое дело, когда люди понимают, с кем они имеют дело, кто перед их глазами совершает чудеса, и в этот момент говорят ложь. Потому что любой другой грех легко прощается. Точно так же, как женщина, застигнутая в прелюбодеянии, получает прощение, потому что она видит перед собой бездну божественного милосердия, праведности. И поэтому она искренне кается для того, чтобы разделить эту радость праведности и общение со Христом. В таком случае человек легко получает прощение. Но в том случае, когда он сам для себя закрывает дверь к этому прощению, то здесь никто ничем не может помочь. И все-таки в чем же проблема? Что имеется в виду, когда речь идет о богохульстве хуле на Духа Святого? И здесь нам поможет, конечно, контекст. В предыдущем эпизоде рассказывается о том, как Господь на глазах толпы, или на глазах книжников и фарисеев исцелил человека, одержимого духом слепоты и немоты. И это вызывает восхищение народа, и многие из них, благодаря этому чуду, прозревают, что перед ними действительно Сын Человеческий, Христос, Сын Бога Живого. На что фарисеи, прекрасно понимая, о чем идет речь, говорят, этот человек изгоняет бесов какой силой? Конечно, силой князя бесовского, силой Вильзевула. Для того, чтобы оклеветать, оскорбить Христа, при том, что они прекрасно понимают, что они лгут в этот момент, но их ожесточенность оказывается настолько категоричной и радикальной. И вот именно с этой ожесточенностью сердца никто не может сделать ничего до тех пор, пока сам человек не раскается. Но все-таки нужно быть очень осторожным и не переходить через какую-то последнюю красную линию, потому что в какой-то момент это ненависть к Богу, протест. И самое ужасное, это, конечно, подмена и ложь одного другим может стать необратимым. И поэтому пророки предупреждают горе человеку, который добро называет злом. Это то, что в данный момент совершают фарисеи, и против чего их грозно предупреждает Христос. Он, конечно, говорит им еще и языком здравого смысла. Он отвечает им логическими рассуждениями. Подумайте сами, разве может нечистая сила изгонять другую нечистую силу силами своего царя? Получается, царство, которое разделилось в самом себе, это не имеет смысла. Понятно, что если совершается исцеление и изгнан нечистый дух, это сделано совершенно другой силой. Но если вы прислушаетесь к этому здравому смыслу, и если вы покаетесь, и поймете, что я изгоняю бесов духом Божиим, то достигло вас царство Божие. Христос как бы оставляет пространство и открытую дверь для того, чтобы они смогли покаяться. Святой Дух это и есть та сила Божия, которая действует в этом мире. Это та сила, которая животворит Христа и дает Ему власть совершать чудеса, воскрешать умерших. Это та сила, которая воскрешает Сына Человеческого пасхальным утром. И именно против нее хула и означает какой-то радикальный отказ от Бога. Христос в этот момент не зацесточен на самом себе. Поэтому говорит, что если вы против меня говорите, потому что я человек, воплощенное слово, и означает обычный и невзрачный, как все другие люди, в этом нет необратимого греха. Но если человек восстает против дара Божественной благодати, против Святого Духа, который сам есть прощение грехов, то он сам закрывает саму возможность этого прощения. Можно простить грех, но невозможно простить отказ от прощения. Господь не произносит ни слова осуждения. Он ограничивается лишь горестным, печальным наблюдением, констатацией факта. Задача человека в том, чтобы употребить свою свободу во благо, сделать небольшой шаг навстречу Богу. И тогда Божественная благодать и милость все совершит со своей стороны. Но если мы закрываем эту дверь, закрываем свое сердце, то мы сами оказываемся там, где мы бы не хотели оказаться. На портале экзегет.ру с вами был претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.